Продолжение следует... 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 И еще через день или два, буквально уже там за полдня до дедлайна, к нам присоединились Крюгер и Джон Потеха. Вот, в принципе, благодаря которым во многом мы вот так в итоге нормально и взлетели. В принципе, о чем я сегодня расскажу, это, собственно, об самой задаче, об датасете, о фичах, которые там были, о специфике там какой-то со стороны бизнеса плюс-минус. А потом расскажу, собственно, про наше решение, о том, какие мы фичи использовали, про валидацию, что сработало, что не сработало, все в таком духе. И последние, там, не знаю, 5-7 минут посвящу тому, что расскажу, что использовали те команды, которые были выше нас и в целом о том, что мне показалось просто интересным. К сожалению, почему-то нас должно было вообще быть тут двое или трое. В частности, еще должен был быть Костя и Олег. Почему-то они не пришли, там, по разным причинам, поэтому я буду сам. Так что, вот. Окей. Значит, собственно, сама задача, как вы уже увидели, она типа по fraud detection, но по факту здесь как такового fraud detection не было. В целом, я об этом скажу чуть позже, общая идея такая, что есть некоторая платформа, которая как раз-таки называется token data. По факту, это просто там платформа китайская для всяких мобильных приложений. Их там довольно много. Но там есть много проблем, которые как раз связаны с fraud. В частности, есть очень много контор, которые фактически являются клик-фермами. То есть их основная идея в том, что там просто сидят вот такие вот люди, которые просто сидят и кликают на рекламки с целью там набить какой-то трафик или что-то такое. Вот. И это, конечно же, не особо прикольно с точки зрения влияния на всю эту инфраструктуру. Поэтому, как бы, естественно, что эта компания хочет этот fraud максимально вычистить. Вот. И с этой целью как раз и было организовано это соревнование. Но в этом соревновании, как таковой, fraud предсказывать было не нужно. А нужно было просто предсказать, скачает ли пользователь после просмотра рекламки это приложение. То есть логика такая, что вот эти вот клик-фермы, они очень много кликают на рекламки, но приложение почти никогда не скачивают. Это как бы, ну, как бы знак того, что это вот fraud. То есть обычный там юзер, он там, конечно же, не каждый раз его скачивает. Ну, там, там раз, не знаю, там из 20 он его скачает. Вот. А эти клик-фермы там могут там кликать тысячами и не скачивать. Поэтому здесь нужно было предсказать просто-напросто бинарный признак, скачает или не скачает. И уже, как я понял, потом организаторы хотели, используя эти предикшены, как-то уже там строить какую-то там логику по выявлению этого fraud. В целом этот асет был очень большой. Ну, при этом в нем не было много фичей, о которых я скажу на следующем слайде. Но сам по себе этот асет был большой. В нем было 200 миллионов строк. Там чуть меньше, что-то типа 187 или 197, не помню уже. Вот. Это создавало некоторые проблемы, о которых я тоже скажу дальше. Таргет был бинарный, то есть это просто скачал, не скачал. При этом таргет был очень сильно дисбалансирован. В частности, только 0,2% примеров были с положительным исходом. То есть только лишь 0,2%, только в 0,2% случаев пользователь скачивал приложение после просмотра этой рекламки. Вот. Это тоже создавало определенные проблемы, о которых тоже схожу дальше. Значит, и последняя метрика — это ROC-AUC, площадь под ROC-кривой. В принципе, достаточно стандартная для классификации. Значит, сам датасет, там не все равно на то, что он был очень большой, по факту не имел каких-то прям классных фичей, с моей точки зрения. То есть почти все фичи, которые здесь были, они были сугубо категориальные, причем они были анонимизированы. То есть нам, в частности, например, вот есть, скажем, фича, например, там, операционная система. То есть она там давалась не в виде типа Android, iOS или еще что-то. Она просто была там задана как ID-шник. То есть какого-то там дополнительного фич инжининга на тему там названия этих операционных систем было, например, сделать по факту нельзя. Это тоже как бы создавало некоторые проблемы. Вот. В целом фичи такие. И был IP-адрес, с которого был произведен клик, причем он как бы не уникальный. То есть там явно были какие-то, скажем, целые там сети, в которых этот IP был общий там для довольно большого количества пользователей. Была некоторая ID-шка самого приложения. Была ID-шка девайса. То есть там есть какой-то набор девайсов, с которых производились эти клики. Значит, собственно, операционная система тоже как ID-шка задана. Channel – это некоторый ID-шник компании, которая занимается, вот как как раз-таки показан там рекламок и всякого такого. Значит, опять же, это просто ID-шка без конкретных названий. Значит, был клик-тайм, причем он был в UTC. И, значит, в принципе, я об этом скажу дальше. Но идея была в том, что поскольку компания китайская, то достаточно логичным шагом было перейти из вот этого вот времени в время локальное китайское. Скажем, банально для того, чтобы там сделать правильную какую-то разбитку по дням и всякое такое. Значит, и также вот эти вот две последние фичи, которых не было в тестовых данных, по, в принципе, понятной причине, это, собственно, таргет. То есть было ли приложение скачано после показа этой рекламки. И если оно было скачано, то было дано время, собственно, когда оно было скачано. То есть понятно, что как и таргет, так и вот эта вот фича была очень сбалансирована, и там была в колонке куча нанов, и не надо было только там, где приложение таки было скачано. Вот. Как видите, фичей не очень много, и они, в общем-то, не то чтобы прям очень интересные. Это накладывало определенные ограничения на то, что тут, в принципе, можно сделать. Вот. Здесь слайдик просто, который показывает, сколько уникальных фичей было в каждой категориальной группе. То есть, видите, IP-шек достаточно много, остальных там до тысячи. Вот. То есть как-то так. И это посчитанная статистика не по всему сету, а только по 10 миллионам. Но, в принципе, там она не особо отличалась от полной. Значит, в целом здесь, значит, были представлены 4 дня в трейновом сете. В тестовом сете был там неполный один день, и он был собран на следующий день после трейнового, что, в принципе, хорошо с той точки зрения, что если здесь были какие-то временные паттерны, то они там, по крайней мере, не имели какую-то там решающую роль в стиле. Если там был бы большой гэп между трейном и тестом, то, возможно, все было бы намного более сложнее, потому что там какие-то распределения могли уже сильно измениться. Вот. Собственно, то, о чем я уже сказал, то, что хорошая идея – это сдвинуть время в локальное китайское время. Здесь показана загрузка. Здесь показано, как часто скачивают приложения в зависимости от времени суток. В принципе, график довольно, наверное, понятный, потому что в ночные часы загрузок минимум, днем их, соответственно, сильно больше. В принципе, ничего такого здесь нет. Значит, теперь по фич-энжинирингу. То есть, как я уже сказал, фичево-энжинирингу. И сюда можно было также к этим фичам легко добавить час. То есть, просто именно час в сутках. Очень просто вытащив его просто из времени скачивания. И большинство фичей, которые использовали и мы, и подавляющее большинство команд – это просто различного рода каунты, статистики, количество уникальных, там, чего-то там. Я тут не буду приводить полный список, потому что мы там в итоге перепробовали их сотни. В целом идея такая. Вы берете табличку, группируете ее по одной, по двум, по трем колонкам, допустим, по, скажем, операционной системе, вот этому каналу распространения этой рекламы. И, например, считаете количество уникальных девайсов или там просто количество девайсов. И там, естественно, что, наверное, если это какая-то там фирма, то она будет заниматься этим там плюс-минус с одних и тех же девайсов, плюс-минус с одних и тех же айпишников. Хотя, конечно же, они пытаются что-то сделать, чтобы это было не так сильно заметно. Вот. Но в целом вот такие фичи, они достаточно неплохо работают. И, как я уже сказал, почти все команды их использовали. Там было очень много вариаций. То есть в целом мы в итоге сошлись около на 50 фичах. Хотя можно было, наверное, их засунуть и больше. Но там уже все упиралось в память. Одна из команд использовала там больше, чем 500 фичей. Но это, как по мне, уже overkill. Но как бы who cares. Еще одной интересной фичой была такая фича, как, значит, время до предыдущего или до следующего клика, если он вообще был. Это немножко странно, особенно касаемо следующего клика, потому что в реальном каком-то контексте, наверное, если мы говорим про real-time какой-то мод, то это, понятно, это полная лажа. Однако, если мы хотим просто работать с какой-то историей, то это, в принципе, адекватно. Потому что, ну, в общем-то, да, мы смотрим в будущее, но если мы хотим просто определить какой-то паттерн в статике, то это, в принципе, наверное, приемлемо. Вот. Еще один возможный вариант, как можно получать фичи, это так называемый target encoding. Идея здесь такая, что мы делаем тот же group by, например, там по тому же OS и channel. И тут уже не считаем там каунты или количество уникальных по какой-то еще там категории, а мы считаем, например, среднее значение таргета внутри этой группы. Это чревато проблемами, если это делать неправильно. В частности, если, например, вы заэнкодили на трейновом сете вот эти вот таргет-энкодинги, потом на нем же учите, это чревато ликами, то есть имеется в виду, что вы как бы вносите информацию про таргеты в ваш обучающий сет. Это плохо, поэтому это крайне важно делать не на том сете, на котором вы учите. То есть, например, можно было использовать один из дней, там, допустим, последний день для вот этого вот таргета-энкодинга, посчитать его, а на остальных днях учить. То есть это окей. В принципе, здесь как бы как такового лика нет. Вот. А лик — это, соответственно, прямой путь к куверфиту, и вы понимаете, что это хорошо обычно не заканчивается. Вот. Также то, что хотелось бы отметить, то, что, к сожалению, специфика этого кагла и вообще большинство соревнований такая, что в итоге выигрывают бленды, то есть куча решений, которые как-то усредняются или как-то более сложно агрегируются. Поэтому важно добиться того, чтобы ваши модели были не слишком похожи в том смысле, чтобы между ними корреляция была не слишком большая. Потому что это именно то, что нужно для хорошего бленда. Поэтому все наши модели, они использовали несколько там разные сабсеты этих фичей, и в принципе это булавок. Вот. Наши финальные модели, в общем-то, не отличались какой-то прям супер там уникальностью или крутостью, это были просто три ЛГБМки, которые были обучены, опять же таки, на разных сабсетах этих фичей и на разных сабсетах обучающих данных. То есть, в принципе, это как раз все делается с целью добиться того, чтобы их предсказания были максимально декоррелированы, в то же время более-менее правильные. Также все ЛГБМки были оптимизированы, используя гиперопт или биосопт. Имеется в виду оптимизация в плане подбора гиперпараметров. В принципе, как правило, такая оптимизация достаточно неплохо помогает подобрать оптимальные параметры, потому что вручную это сделать довольно тяжело, как правило. То есть это, условно говоря, если вы просто не оптимизировали, условно добрались до топ-50, запуская эту оптимизацию, вы вполне можете влезть в топ-20 в таком духе. Но, конечно, это не панацея. Значит, в принципе, про решение других команд, наверное, скажу чуть позже. Скажу лишь только то, что многие команды писали, что они использовали в итоге нейронные сети. У нас это сделать не совсем получилось. И еще некоторые команды использовали RNN-ки, то есть рекуррентные нейронные сети. Это тоже было несколько интересно. Я об этом чуть позже тоже скажу. Значит, в принципе, вот нам зашли ЛГБМ-ки хорошо. Мы на большую часть работали именно с ними. Значит, помимо этого, я лично достаточно много времени убил на то, чтобы заставить заработать какой-то вариант, так называемый, factorization machine. То есть это такая моделька, которая пришла из каких-то рекомендательных систем. В целом идея очень простая. Есть некоторые, ну вот на примере двух переменных, можем это рассмотреть, например, двух фичей. У нас есть две фичи, например, что там, IP и channel. И, значит, мы можем взять наш сет и построить некоторую вот такую вот табличку. То есть по одной из осей у нас будут, соответственно, уникальные IP-шники, по второй уникальные channel'ы. И лишь только для некоторых пар нам известен target. То есть большинство этих пар, как правило, для них у нас ответ неизвестен. Вот. А мы как раз хотим научиться предсказывать исходы для тех полей, которые у нас как бы не заполнены. Для этого делается достаточно простая вещь. Опять же, это там куча вариаций, но в самом простом варианте каждый уникальный item из IP и из channel'а получает некоторый обучаемый вектор параметров. И мы учим эту модель так, чтобы скалярное произведение или какая-то другая функция от этих двух векторов, взятых от конкретного IP-шника и channel'а, давала как ответ правильный лейбл или вероятность, если мы говорим про классификацию. Вот. И это, в принципе, неплохо работает обычно. То есть это более формальная математическая формулировка такой модели. То есть вот эти скалярные произведения, о которых я сказал, плюс обычно еще добавляется просто линейный какой-то член для того, чтобы более точно мы могли моделировать таргет. Вот. Проблема здесь в том, что, как бы несмотря на то, что такие модели себя хорошо, в принципе, зарекомендовали вот на как раз-таки подобного рода данных, там у нас большое количество категориальных фичей, у них там большая кардинальность, то есть количество уникальных вхождений. Почему-то здесь, несмотря на все попытки, у нас не получилось сделать так, чтобы эта штука заработала. То есть, в принципе, было перепробовано достаточно много реализаций, и большинство из них были на плюсах. Там пришлось немножко позаниматься этим, чтобы они хотя бы как-то заработали. Но в итоге почему-то не получилось. Хотя один из топовых решений использовал их, и, по всей видимости, довольно успешно. Вот. Второй класс моделей, которые, в принципе, как мы уже выяснили потом, использовали большинство топовых команд, это были сетки. В принципе, нейронные сети, как правило, не рассматриваются как подходящие модели для подобного рода данных, то есть для табличек. Они больше как-то обычно приспособлены более для работы с картинками, с отекстом, с данными, которые не являются структурированными. И, собственно, фишка в том, что последние, не знаю, пару-тройку лет, даже, наверное, во многом благодаря Каглу и подобным соревнованиям, они все больше как-то набирают популярность именно для таких данных. То есть в целом подход довольно простой. Мы используем для категориальных переменных эмбэддинги. То есть подход очень похож на тот, например, который используется в NLP, когда мы просто каждому слову сопоставляем некоторые, опять же таки, обучаемые вектор параметров. И потом это все как-то совмещается с числовыми фичами. И дальше пробрасывается в какую-то общую нейронку, которая уже, собственно, выдает финальный ответ. Значит, у них есть большой недостаток, что их, как правило, достаточно долго нужно тюнить. Собственно, то, что мы не сделали, нам просто баллень. Значит, в частности, там надо долго подбирать количество слоев, правильный режим обучения, количество нейронов и тому подобное. Это обычно довольно долго. Плюс в том, что они, как правило, достаточно быстро обучаются на GPU. То есть можно за буквально там несколько минут на хорошее GPU вот такой вот сет, в принципе, ну и прогнать. Для примера модели, которые, например, использовали мы, они там обычно учились порядка нескольких часов. Хотя, значит, LGBM тоже, в принципе, можно запускать на GPU, но он почему-то все-таки работает не так быстро, как сетки. Значит, в принципе, мы также пробовали использовать их же Boost и CatBoost, которые как бы являются альтернативой LGBM, и которые, по идее, в частности, CatBoost как раз должен хорошо работать с категориальными переменами, которых было здесь довольно много, но они очень требовательны к ресурсам. И просто из-за того, что этот сет был очень большой, мы их использовать в итоге не стали. В частности, CatBoost вообще не вылазил в память, и в итоге мы от него отказались, и с XGBM была похожая история. Собственно, последнее, о чем, наверное, я хочу сказать касаемо нашего решения, это про валидацию. Как оказалось, здесь не было какого-то прям единственного правильного варианта валидации, которая, конечно же, очень важна, чтобы не получить неприятную историю на правительной дарборде. В принципе, мы, когда начинали с Олегом, мы использовали просто последние 2,5 миллиона сеток, обучающего сета, а весь остальной был обучающий. И, в принципе, это довольно неплохо работало в том смысле, что оно практически идеально коррелировало с нашим продвижением по лидерборду. Мы по факту до конца так и использовали. Значит, другие варианты, которые были, которые использовали наши сокомандники, это был просто сплит по дням. То есть каждый день это отдельный фолд. И для этого как раз таки было важно перейти в локальное китайское время, чтобы четко отделить сутки друг от друга. Значит, и второй вариант — это просто каким-то образом поделив, тоже, возможно, по дням. И вот, в частности, вот Крюгер еще дополнительно использовал один из дней, на который, как я понял, он вообще не обучал и не валидировался, чисто для таргетин-кодинга. Как я уже сказал на одном из предыдущих слайдов. Собственно, одной из проблем, которая была, это был большой датасет. То есть там было порядка 200 миллионов строк, как я уже сказал, и это создавало проблему, что, например, в память обычного ноутбука этот датасет не помещался. Мы пользовались для этого машиной, которая была 64 гигабайта памяти, и даже там это было довольно проблематично. Поэтому здесь было очень важно, например, использовать разного рода кэшинг. Для чего? То есть общая идея такая, что каждый раз, запуская модель на обучение, просчитывать все фичи заново, это очень накладно. Поэтому очень важно максимально все, что можно посчитать один раз и потом там много раз использовать, делать это один раз, класть на диск и потом просто подгружать. Это, соответственно, просто такая базовая вещь, но она довольно хорошо помогает экономить время. Второй вариант, такой как бы более advanced, был предложен нашим командникам Крюгером, это использовать такую штуку, как нам PyMap, который фактически создает некоторый дополнительный буфер на диске. Там есть на Каглазском форуме есть топик, где он довольно подробно это описывает. Будет ссылка, вы можете почитать, если вам интересно. Значит, также есть вот разного рода решения, как альтернатива пандусу, в частности, Dusk, и он, по идее, довольно неплохо должен работать в том смысле, что он там достаточно оптимизированно все это делает, то есть всякие там вот эти вот там группаи, статистики, агрегации и тому подобные вещи он делает довольно эффективно, но почему-то там не дошли руки, ну нормально в нем разобраться, но в целом, по идее, это должно быть хорошей альтернативой. Вот. В принципе, на этом, наверное, наше именно решение тут заканчивается. Буквально, ну опять расскажу про то, что делали другие команды, в частности, те, которые позанимали высокие позиции. Очень интересную вещь сделали вот парни с первого места. Значит, что они сделали? Они просто из всего датасета выкинули больше, чем 99% отрицательных примеров. Это как бы звучит немного дико, но тем не менее для них это сработало. И тут можно строить немного именно гипотез. Почему это сработало? То есть в частности, например, вот мне кажется, что возможно это было потому, что в датасете было очень много таких, скажем, субдубликатов. В том смысле, что это были очень похожие по фичам сотроки с одинаковым исходом, в котором могло там отличаться буквально там одно поле. И возможно, просто-напросто модели не нужны все эти примеры с буквально небольшими изменениями для того, чтобы выучить правильное правило, по которому нужно классифицировать. В общем, в любом случае для них это сработало. И это очень прикольно, потому что уменьшивая датасет больше, чем в 100 раз, они могли бы попробовать на порядке больше разных фичей, моделей и подходов, чем остальные команды. И, наверное, во многом лишь поэтому они заняли первое место. Вот. В частности, это как раз-таки кажется та команда, у которой было 500 или 600 фичей. И, по всей видимости, они попробовали их именно потому, что у них модели обучались очень быстро по отношению к тому, как они обучались у остальных команд. Значит, Bestfitting — это довольно известный каглер. Он там, наверное, один из самых вообще типа крутых. Он занял тут третье место. Использовал, как я понял, у него основная модель это была рекуррентная нейронная сеть, которую, в принципе, не так много кто использовал. Мотивация ее использовать здесь была какая? То есть, в принципе, этот датасет такой, что у него все-таки есть какая-то временная зависимость в том смысле, что если, например, эта ферма начинает активно кликать, то эти клики, они там не обрываются сразу, они там накликивают довольно много, сотни, тысяч у этих кликов. И вот как раз-таки рекуррентная сеть, которая, в принципе, способна улавливать какие-то временные зависимости и была здесь, в этом была непредпочтительна. И, ну, собственно, вот он закончен на третьем месте. Как альтернатива такому подходу можно использовать не RANN, а так называемые Delighted Convolutions. Если кто-то знает такую вещь, как WaveNet, то эта идея взята оттуда, то есть это модель для генерации аудио, которая, она работает прямо поверх с рэксэмплов, которых там может быть сотни тысяч в одной записи, или даже миллионы. И она работает довольно эффективно и, в принципе, имеет ее смысл использовать и поверх вот таких вот данных, там, где у нас очень много вхождений, и надо как-то учитывать именно какие-то временные паттерны. Вот, CPMP с шестого места заимплементировал вот эту вот факторизейшн машину, которую я рассказывал вот здесь, на керосе. Довольно прикольно. То есть, как оказалось, это не так сложно. То есть она, по крайней мере, намного удобнее, чем ковыряться в каком-то плюсовом коде, написанном китайцами. Вот, и, как я понял, она для него, в принципе, довольно неплохо сработала, что, в принципе, удивительно. Но идея в том, что она, во-первых, обучается довольно быстро, ее можно научить на GPU, тогда как большинство реализаций вот этого плана, они написаны просто на плюсах. Ну, в принципе, оно не особо, наверное, отличается именно по, в плане какой-то производительности. Но тот факт, что это было написано на Python, конечно же, было довольно приятно. Он свою имплементацию выложил на форум, можно найти. Почему-то ссылку я не вставил. Ну, смотри, я могу скинуть, кому-то будет интересно. Вот, в принципе, я так понимаю, что, наверное, на этом все. Можете вопросы задавать. Спасибо. Спасибо за доповедь. Было дуже цікаво. У меня сразу три питания, если можно. Окей. Во-первых, вы говорили, что у вас был несбалансованный датасет, и я как-то не вловил, чи вы пробовали его балансовать, в принципе? Как таково именно балансировку, именно я в плане уменьшения количества отрицательных или положительных мы не пробовали, однако во все модели, я почему-то, кстати, об этом не сказал, мы добавляли, конечно же, взвешивание, то есть положительные примеры были взвешены сильно выше, чем отрицательные. В частности, там этот коэффициент балансировки был там что-то порядка 200 или 300, то есть вот. И без этого, конечно, да, оно отработало довольно неприкольно, но вот если бы я знал бы заранее, то, наверное, мы бы пошли бы каким-то вот таким путем, который использовали вот ребята с первого места, почему-то нам это не пришло в голову. Дякую. Тоди друге питание про наступный час клику. Типа, насколько он, мне интересно просто, насколько он вам допомог, потому что, в принципе, попередний и наступный, они же как бы взаимозаменяемы. Да, в принципе, это помогло. В частности, мы по нему тоже пытались считать статистики, в частности, там, типа дисперсию, времени до следующего клика, всякие вот такие вот вещи. Не сложно сказать, насколько он прям помог, но в какой-то из моделей точно был NextClick, и, да, он помогал. Ну, именно оценить, именно степень того, насколько он помог, я не могу. Понял. И останнее питание, если вы могли бы рассказать трохи детальнейше по target encoding, я не чувствую, но вы так швидко сказали, хоть я скажу, что это очень интересно. Да, это достаточно интересно. То есть, в целом, идея, значит, следующая, что вместо того, чтобы, например, представлять какую-то категорию или пару категорий каким-то ID-шником, можно использовать, значит, такой подход. Берется табличка, делается group by, ну, допустим, по одной или по двум категориям, и для каждой из этих вот как бы субтабличек считается, например, средний таргет. Вот. И это в каком-то смысле именно кодирует эту категорию в том смысле, что мы как бы для всей категории, всем элементам из этой категории осайним один и тот же просто числовый признак новый. Вот. И, собственно, это вот работает часто лучше даже, чем обычный там лейбл-кодинг, который потом засовывается в дерево или еще куда-то. Вот. И… Но тут вот есть огромная опасность именно в том, чтобы заработать лик, посчитав его на тех же данных, на которых вы обучаетесь. Вот поэтому его желательно всегда делать на каких-то еще данных. Это выходит в бинарные классификации, переходит до мультиклассификации, да? Нет, нет, нет. Это вещь, которая используется как фича, а не как таргет. То есть, да, то есть получается, что таргет остается тем же, он никак не меняется, это лишь позволяет нам вместо как таковых вот категорий использовать средние таргеты по этим категориям. Вот. То есть это вот такой вот прием. Спасибо за доклад. Очень интересно. Хочу поздравить с 8-м местом. Спасибо. Молодцы. Слушай, у меня несколько вопросов есть. Первый. Как боролись с имбалансом датасетов? Ресэмплилили или, может быть, синтетически что-то генерировали? Нет? Ну, собственно, я вот уже сказал об этом только, что по факту никак не боролись, кроме как во все модели, добавляя более высокие веса для положительных примеров. Вот. Окей. А вы не рассматривали такой вариант, ну, типа, как первая команда дропнуть очень большой ксюль датасета? Ну, вот. Ну, собственно, если бы, наверное, мы бы рассматривали, мы бы это сделали. Ага. Окей. Ну, типа, мало ли. Окей. Хорошо. Еще такой вопрос. А вот с нейронками, если бы вы юзали, допустим, фитфорвард, ннки, да, если бы в основном вы были не так, так сказать, ленивые, не знаю, вы бы достигли больших результов в плане лидер-барда? Думаю, да. Да, если бы мы потратили там, не знаю, хотя бы там условно дней пять или неделю на оптимизацию, думаю, да, потому что многие команды из топа, они писали, что у них были в финальном ансамбле вот эти сетки и, как правило, да, они там, как правило, я так понял, неплохо накидывали в итоге. Так что, наверное, да. Окей, понял. Спасибо. Спасибо большое. Дякую за доповедь. А скажите, пожалуйста, какие тут точности, какая тут досяжна? Тобто перши месяца, яка бывает, точно. Ну вот есть, собственно, топ лидер-борда, то есть это порядка девяносто восьми с половиной урока УК. Вот. В принципе, наверное, я думаю, что если там, условно говоря, был там топ-5 там бы как-то бы еще дополнительно объединился, то я думаю, там было бы больше, чем типа 99. Так что, вот. Спасибо. Очень интересный доклад. Такой вопрос. После, понятное дело, по агрегации данных, подсчета разных статистик получили кучу фич. В итоге использовали, по-моему, около 50, да? Вопрос, как делали фичи селекшн? Ну, на самом деле, какого-то именно автоматического способа мы не использовали, во многом потому, что просто именно сам сет был очень большой, и, ну, это было просто очень бы долго. В основном, это делалось как-то руками, то есть выкидывали группу фичей, которая оказалась там похожа по смыслу, считали, собственно, CV и LB и смотрели. Вот. Это как-то так. Хотя, конечно, в идеале это бы, там, в идеале перебирать каждую фичу, но это очень долго. А корреляции между фичами подсчитали? Ты можешь выбрать? Да, конечно, мы считали, да, но, в принципе, на самом деле, это не то, чтобы часто о чем-то говорить. То есть даже если там корреляция 95% или выше, то все равно эта пара фичей может оказаться полезной. Поэтому, да, мы, конечно, старались выкинуть те фичи, которые совсем, там, очень сильно коррелируют, но, как таковых, в итоге финальном у нас вот с этих фичей их не было. А можете еще рассказать, почему target and coding нужно делать на отдельных данных и откуда берется переобучение? Откуда берется переобучение? Оно берется оттуда, что если, особенно это опасно, когда вот эти сами группы, они довольно маленькие. То есть, условно говоря, после того, как вы делаете группу по двум категориям каким-то, у вас там в каждой вот этой вот там субтабличке может, например, оказаться там 10 вхождений. Вот. И это опасно, потому что, если, например, вы сделаете этот, это усреднение таргета и припишете его каждому элементу этой группы, то информация из-за маленького размера группы будет как бы не сильно потеряна. и это в итоге позволяет на самом деле модели сойтись лучше, чем она бы типа сошлась бы без этого. Но получается за счет вот этого маленького размера оценка этого среднего может быть неправильной. И это создает проблемы в итоге на тестовой выборке. Проблема в том, что модель как фичу использует по факту таргет. То есть не в чистом виде, но что-то, что было посчитано по таргу, и оно достаточно сильно коррелирует с этим таргетом. Вот. Как-то так. Дякую за доклад. Можешь рассказать вот взагали ну вот эти фичи там ну грубая и это вот все выкористовывали, то есть это там в будь-якому кернелі они были. А вот что самое вам до вашего там об'єднания, что давали вам профи, ну вот взагалі чим якобы цікаво ваше решение, то что вы ну за рахунок чего вы выехали. Как ни странно, я не могу отметить, что у нас было кое-что-то прямо очень уникальное. То есть я думаю, что мы выехали по факту за счет того, что у нас было три таких достаточно сильных модели, каждый из которых там в итоге, если бы ее там засубмитить как отдельную модель оказалась бы в топ-30 условно, которые были тем не менее обучены на разных фичах с немного там разными подходами, с немного разными параметрами. То есть мы там специально там не обменивались всем, всей информацией, которая нам была доступна между собой, чтобы как бы соблюсти максимальное разнообразие между этими финальными моделями. Вот. И просто как бы их усреднение давало такой вот результат. В принципе, как-то так. То есть так достаточно сложно судить. То есть, наверное, у нас были какие-то такие как фишки, но именно как-то вот такую типа какую-то глобальную идею по типу того, что там выкинуть чуть ли не все данные, у нас такого не было. Да. Спасибо за доклад большое. Скажите, было ли у вас какое-то погружение в контекст или вы немножко изучили предметную область? Какие виды еще от фрода, кроме кликспаминга, бывают? И возможно ли на тех данных, которые вам дали, выделить какие-то паттерны поведения вот в одном, втором случае? Ну, честно, не то, чтобы очень сильно углублялись. То есть, в принципе, то, что было там написано в описании на форуме, мы-то, конечно же, уже там читали, но более подробно не копали. Так что, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Может. потом пообщаемся, если будет интересно. Дякую за доповедь. Можешь ли ты дальше разповісти про кросс-валідацію по днях? Да. То есть, валидация, значит, идея этой валидации по днях в том, что, как я уже сказал, вот эти вот кликфермы, они, как правило, там кликают не по одному разу, а там довольно обширно, то есть там сотнями, тысячами и так далее. Поэтому, например, если просто сделать какой-то рандомный сплит, то есть просто каждый сэмпл отнести как-то случайно к одному из фолдов, то получится так, что в каждом из фолдов будут представлены все вот эти вот как бы группы ферм. Это не особо хорошо, потому что, опять же, это создает определенный лик в том смысле, что модель что модель может выучить паттерн какой-то определенной группы и дать более оптимистичный скор на вардиационном фолде лишь потому, что в этом фолде тоже представлена эта же группа вот этих вот кликферм. Поэтому важно по максимуму каждую кликферму отнести к своему фолду, чтобы вот между ними не было какого-то перекрытия. Я, может, короткий коментар, бо бачу тут багато хто цікавится тарджет-энкодингом. Заходите на Coursera Competitive Data Science и там есть очень хорошие видео по тарджет-энкодингу. По всему его способу, как его правильно делать, как неправильно. закрою все ваши питания. Там, кажется, еще есть вопрос в конце. На каком же лезве тренировали? Ну, по-разному. То есть поначалу там начинали просто на ноутах. В итоге у нас там была машина на 64 гигабайта оперативки с 8 ядрами. В принципе, ее хватало. Я думаю, даже если там было бы типа 32, тоже хватило. Ну, там с какими-то определенными трюками, но как-то так. Все? Більше запитаний нема. Окей, тогда наши облески Димми. Спасибо. Давайте сделаем короткую перерыву, верно? Чи все готовы слушать дальше? Глеб, ты готовый? Глеб, ты готовый? Хвилинку выпускаю. Так. Продолжение следует...